Так, выходим вправо к стиле. Чуть назад и пошёл наверх. Наверх. Третья линия так идут. Пошла только первая. Пронголы первый. Пошёл. Всем максимум внимательности. Максимум. Вас понял, приём. Было несколько блоков, над которыми нужно было работать. Блок, который занимался безопасностью, он, в общем, работал почти независимо. То есть мы координировали наши действия раз в сутки, два раза в сутки. То есть я непосредственно им не руководил, поэтому надо дать должное в том числе и руководителям этого блока. Но общие установки, они, естественно, были даны определённые. Кроме того, у нас внутри были люди достаточно вот такого же свойства. И вообще вот поначалу в координационном совете люди так мешались. И некоторые из них были удалены, когда стало понятно, что они просто не соответствуют вот этой базовой линии партии, которая проводилась внутри. То есть понимаете, я историю немножко знаю, в том числе историю всяких бунтов изучал. Зачастую начиналось всё с какой-то очень маленькой, безобидной вещи. А потом за этим разворачивались какие-то грандиозные события с сотнями, тысячами, а иногда миллионами жертв. Поэтому удержать это в ситуации управляемости всё-таки, без вот такого экстремизма. Безусловно, экстремизм был. То есть блокирование воинских частей, всё проще, это экстремизм. Но тут есть экстремизм и экстремизм. То есть есть уровень кулаки, дальше начинается уровень бейсбольные биты, дальше огнестрел. Вот хотелось удержать это на уровне кулаки. Я начал готовиться к тому, что неизбежно должно было произойти. Я имею в виду к катастрофическому экстремальному развитию ситуации. Начал готовиться где-то в начале февраля. Я не согласовывал это с братом, это не анонсировал. Я собрал первый боевой десяток и более-менее подготовил так, чтобы было маленькое дееспособное подразделение. То есть организация связи, обеспечение, экипировки. Мы это дело отрабатывали. Поверьте, сбить вот просто из, даже из отставников, боевой десяток в этих условиях, это было непросто. Я сходил, записался вот в русский блок, в отряды самообороны. Я там, хотели командиром отряда сделать. Я посмотрел на их организацию, на их систему связи, оповещения, экипировки и прочее. Мне, конечно, стало грустно. Я понял, что по опыту событий, в которых я приходил в свою жизнь участвовать, это, в лучшем случае, добросовестные митингующие. Но силовое противодействие у них шансов было очень мало с оппонентами, подготовленными на Мальдане, скажем так. Когда там работала серьезная машина по их подготовке, и их бросать столь подготовленных людей вот в лобовую против вот этих правосеков с их там щитами, спецсредствами, оружием, это просто было бы, ну, избиение заведомо. Вот, поэтому я решил подготовить свой маленький отрядец, который был подготовлен. Кстати, этот отрядец был первым как бы отрядом телохранителей Алексея Михайловича и тех, кто обеспечил, в общем-то, непосредственно на отяжке работал, обеспечил его безопасность. 22 февраля просто мне начали сыпаться водные, которые я отрабатывал. Помощь была абсолютная от горожан, то есть никого просить ни о чем не надо было. То есть зачастую мне приходилось, наверное, вспомнят люди, которые мне приходилось общаться, что я говорил там, ребята, пока я не прошу о помощи, просьба не предлагать. Ну, потому что невозможно в час выслушивать 30-40 предложений о помощи. Ты будешь заниматься весь день только тем, что будешь слушать предложения о помощи. Там были и умные предложения, и не очень умные, и откровенно ненужные, и на энтузиазме, но не продуманные, и продуманные. Представляете, вот эта каша, она сыпется на голову, но вот чего не было, так это равнодушие. То есть реально город встал. И выбирать можно было помощников себе очень легко. Люди рвались помогать. Алексей Михайлович руководил так и велел делать так, чтобы пусть даже события будут развиваться более сложно, трудно, но кровь не лить. То есть руководство, везение, конечно же, игра на опережение. То есть здесь на Севастополе произошло настолько все стремительно, что, по-моему, все оппонирующие нам спецслужбы просто не поспевали с этими событиями. То есть я бы сказал так, у них в мозгу не укладывалось, что может так все быстро происходить. И самое главное, наверное, одно из самых главных – это горожане, город. То есть то, что не произошло в Одессе, в Луганске, в Донецке, то, что там люди долго раскачивались, количество людей, которые реально встали по призыву своих лидеров, их было подавляющее меньшинство. Севастополь встал фактически за одну ночь. То есть можно сказать, что за одну ночь встала дивизия. Причем дивизия с тылами, с средствами обеспечения, с кормежкой, с обмундированием. Просто потому, что Севастополь – это город, здесь такие населения. Ну, 10 поколений морских служителей. Вот это сыграло. Ну, вот, наверное, так, если перечистить. А, так, выходим вправо к стиле. Чуть назад и пошел наверх. Наверх. Чуть-чуть реки, не перечислить. Третья линия так идут. Пошла только первая. Рамплан голый первый. Пошел. Супер сильно, пошел вправо. Всем максимум внимательности, максимум. У вас понял, прием.